привет друзья продолжая с вами делиться всякими армейскими военными хитростями я так смотрю тема вам интересно поэтому сегодня мы с вами рассмотрим вариант при котором вам может потребоваться заточить ваш нож где-то находясь где-то в походе но при этом не имея под рукой никаких специальных средств таких как правильный камень или какой-то еще абразив то есть использовать мы будем только природные материалы давайте поясню вообще для чего может потребоваться заточка ножа особенно наверное для молодого поколения вот ситуация довольно часто и распространенная вот вы находитесь где-то в длительном походе или выполнять какие-либо задачи полевых условиях вы ножом работаете вы им колите рубите режете даже копаете мой фильм о каст костре разведчика с помощью ножа ссылочка в описании кому интересно изучайте вот с помощью как раз этого моего тактического ножа так вот со временем это кромка теряет свои режущие свойства в зависимости от качества изготовления и самих металлов используемых клинке происходит это либо часто либо реже но тем не менее на режущий кромки ножа со временем образуются такие зазубринки и заусенцы вот видите да как вот здесь у меня уже все это безусловно приводит к потере режущих свойств ножа то есть его основной задачи ну проще говоря грубо говоря нож затупился нет конечно ребят я вот сейчас смотрю заметил многие готовятся к походам так вот серьезно то есть берут с собой даже какой-то абразив то есть правильные камни и там другие приспособы для оправки режущей кромки но вот что-то мне подсказывает что большинство обычных походников туристов в тайгу довольно редко это с собой берут такие вещи в принципе как и я тоже так вот друзья существует несколько методов заточки ножа без использования каких-либо спецсредств абразива и тому подобного то есть применять будем только исключительно природный материал с абразивом поехали для этого нам потребуется примерно вот такой вот камень лучше чтобы это был речной камень закругленными краями но обязательно чтобы в нем присутствовала где-то с какой-либо стороны ровная поверхность то есть плоскость без такой вот плоскости нормально заточить нож у вас не получится если вы застановались где-то у речки то найти подобный этому камень по берегам труда вообще абсолютно никакого не составит если же вы в лесу находитесь где-то далеко от реки то искать стоит в больших выворотнях вот подобных этим в земле подняты ветровалом в таких выворотнях вы всегда найдете что-то подобное и так есть такой военный метод в армии применяется берем камень и обязательно смачиваем поверхность вот эту плоскую поверхность об которой будем затачивать водой немного много не надо это способ еще называется метод 12 то есть берем нож и кромкой от себя начинаем как бы нарезать камень 12 раз от себя раз два три 4 5 6 7 8 9 10 11 12 теперь сокращаем 11 раз к себе раз два три 4 5 6 7 8 9 10 11 10 раз от себя раз два три 4 5 6 7 8 9 10 ну и так далее по сокращению уже в обратную сторону 9 раз пойдет потом 8 и пока не сведете до нуля важный момент друзья в случае заточки ножа нужно держать его под углом небольшим углом примерно 10 12 градусов не вот так вот не так а примерно вот так вот 10 12 градусов и строгаете камень провели процедуру с камнем и обязательно нужно довести кромку ножа в данном случае я это буду делать с помощью армейской кожаной портупея вот так вот ногой тут прижали натягиваем ремень натягиваем и не вот так строгаем иначе попортите кожу а вот такими движениями тоже под небольшим буквально углом доводим режущую кромку если допустим но не носите вы вот как я портупею без проблем допустим у вас ремень кордура у меня тоже такой есть также без проблем доводится кромка доводится и об него даже если у вас нету вообще никакого ремня но есть рюкзак вот лямка рюкзака как тоже кордура и так же само прекрасно об нее режущая кромка доводится идеально практически идеально но так же с помощью этого же камня есть такой отличный способ заточить топор вот такими вот круговыми движениями методом круговой заточки точим топор идеально подходит для всех видов топоров но может кроме колуна это все что касается армейского метода заточки ножа полевых условиях с помощью камня да конечно идеально вы режущую кромку не поправите но тем не менее режущие свойства ножу вы вернете с бумагой видели да режет идеально практически но если так случилось что ну не нашли вы в лесу нигде достойный камень но нету с плоской поверхностью то есть еще таежный метод для этого нам потребуется вот такая вот чурочка лучше всего даже не лучше обязательно чтобы это было деревяшка хвойных пород то есть ель сосна кедр они все просмоленные то есть не обязательно при этом рубить живое дерево даже в сушине хвойных пород присутствует смола это такой вот смоляк и для этого таежного метода заточки нам еще потребуется в идеале речной песок то есть опять же где то если у реки найти по берегам такой песок мы будем использовать его в качестве абразива найти такой песок труда вообще не составит никакого если же так получилось что опять же вы не у реки и песок найти не получается то без проблем можно использовать обычную вот землю в земле также содержатся мелкие фракции в том числе и песка абразив некий с помощью которого также можно поправить режущую кромку то есть заточить нож вот видите да из-за того что все таки это смолистая поверхность она прилипает теперь так же самое берем наш нож но начинаем затачивать уже не от себя строгать иначе вы будете просто резать древесину а делаем это в обратную сторону раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать перевернули и от себя раз, два, три, четыре, пять, шесть и так далее опять же на убывание вот здесь тоже заостряю ваше внимание нож нужно держать не вот так как-то не так и не вот так а примерно эти же десять градусов не больше и вот и держите амплитуду не нужно вот так чистить то есть делайте плавные такие длинные движения так же самое после заточки таежным методом доводим кромку с помощью портупеи, кордуры, рюкзака и так далее таким образом находясь где-то в походе в полевых условиях без использования каких-либо спецсредств вы всегда сможете поправить режущую кромку заточить ваш нож и вернуть ему режущие свойства если у вас остались какие-либо вопросы обязательно пишите, задавайте вопросы в комментариях я читаю все комментарии по мере возможности отвечаю вам вообще ребят если вам вот интересно эта тема армейская то есть у меня вообще в загашнике еще много всяких таких военных секретов хитростей я обязательно по мере возможности буду с вами делиться своим опытом снимать показывать эти материалы но также хотел вам сказать что вы в принципе являетесь с авторами моего канала да то есть мы же с вами делаем одно общее большое дело мы делимся опытом а нас смотрит молодежь меня вот смотрят семьи с детьми и очень важно если у вас есть какие-то идеи чтобы еще интересного показать может быть вы можете поделиться своим опытом а я это реализую на камеры все это покажу доступно так чтобы и детям было понятно все в моем ключе с теорией с практикой все как мы любим с вами поэтому обязательно делитесь вашими идеями что бы вы еще хотели увидеть я постараюсь это все я все еще раз скажу все комментарии читаю и постараюсь воплотить это в жизнь теперь я хочу обратиться к коллегам охотникам ребят ну у нас вот так вот сезон по водоплавающей в нашей средней полосе закончился по пушнине открыт но нет снега а вы знаете да я никогда не охочусь по чернотропу я охочусь редко но стараюсь в основном всегда по снегу первый снег второй снег то есть на зайчика по тропить с собачками с гончими в загон погонять с пегами вот это все классика охота адреналинная такая замечательная но нет снега у нас выпала какая-то вот это вот шурга шурпа нападала в лесу все это подтаял и вот сейчас вот у нас заморозки где-то минус 7 наверное даже градусов то есть довольно так это и ветерок такой северный хороший вот но нет снега ребят ждем снег потом открываю уже по пушнине наверное уже ближе ну декабрь надеюсь что в декабре уже снег появится возможно в декабре съездим а там еще у нас праздники с вами так что друзья вот такие вот планы такие новости я никуда не пропадаю сейчас ну работа сами понимаете не всегда удается часто выкладывать свои фильмы стараюсь я это делать не абы как а качественно если вы заметили поэтому на это уходит достаточное количество времени вот но смело пишите в комментариях будем с вами общаться большущей вам удачи коллегам охотникам ни пуха ни пера на охоте всем остальным прекрасного отдыха отличного вам настроения ждем зимы ну и пока увидимся все Продолжение следует...